Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу знаете о чем? Ну то есть идея самого блюда появилась откуда? Несколько дней назад я отварил 4, если быть точным, цыпленка для того, чтобы получить максимально концентрированный вкусный куриный бульон. Бульон все съели с лапшичкой и пару цыплят раздербанили, а вот два осталось. И как бы каждый раз ходишь, думаешь, просто отварное мясо есть, не прикольно, значит что-то азиатское я уже делал, рецептик есть давно, правда, и многие о нем не помнят, но там есть как раз рецепт отварной курицы с чем-то. Я подумал, надо как-то вообще ввести рубрику, что было в холодильнике с позавчерашнего дня, и делать на этой теме рецепты. Если вдруг эта рубрика будет интересна, вы напишите, мы в этом году вообще хотим на рубрике побить, там типа лайфхаки, что было в холодильнике, там то, что люблю я, то, что не любит никто и так далее. Шутки шутками, как бы, но вот такое может быть. Поэтому у меня есть просто отварное мясо маленького цыпленка-корнишона, если быть точным, тут две тушки, есть, значит, емкость, сало, лук, томатная паста, сырок, тут яички и так далее. Давайте начнем вот с чего. Я не стал все это резать при вас, заранее все подготовил, для того, чтобы ускорить процесс. Начну с чили перчика. Я вообще любитель чили перчика, поэтому в сковородку вместе с луком и небольшим количеством растительного масла, значит, я отправляю вот этот чили перчик. Итак, лучок пусть жарится, здесь большая луковица, одна большая луковица, мелко порезанная, лука не жалейте, когда делаете что-то похожее на запеканки, всегда добавляйте туда лук, чтобы сделать блюдо вкуснее. Лук делает блюдо вкуснее, подчеркивает собственный вкус курицы, всех остальных ингредиентов. Далее, к луку, как я уже сказал, чили вили. Раз. Значит, сало. Два. Почему сало? Потому что с салом вкуснее. Курица-то что, постная? Масло постное, но я и масло, и сало лью. Для чего? Правильно. Вы все сами без меня прекрасно знаете. Для того, чтобы вот это куриное мясо, в котором, ну, практически нет влаги, да, даже если бы это были ноги, ну, какая там влага. Куриное мясо ничего не держится, тем более я варил ее полтора часа. Она вся такая жировая составляющая и должна, так сказать, пропитать и сделать общее блюдо вкуснее. Так, а, моя супружница уперла, короче, у меня мою силиконовую лопатку любимую. И мне теперь, ешкин кот, нечем мешать. Вот от мультиварки. В общем, жарим все это вместе. Пусть все вытапливается, растамливается и объединяется во вкусе. Вижу уже комменты. Пошли, пошли комменты, 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 где пишут. Ну, типа, логичнее же было сначала сало обжарить, а потом лук добавить. Совершенно верно. Просто я запамятовал, и когда увидел сало, понял, что, блин, там его не хватает. И уже добавил. Ничего страшного, будет вкусно. Сало соленое, лук не соленый. Чуть-чуть добавляем. Соли немножко больше, чем требуется. Перец черный. Знаменитый компотский. Микс у меня тут разных. Смотрим, что у нас получается. Получается неплохо. Процесс обжаривания у меня. И нюхайте, всегда нюхайте. Нюхайте вот так вот лицом раз. Ну да. Волосы ваше лицо будут пахнуть едой. Этого не избежать. Но тогда вы поймете, что у вас там на первом этапе. Далее. У меня еще есть грибочки. Грибочки у меня домашние. О, в смысле, не домашние. Ну, как бы приготовленные дома, но выросшие в лесу. В грибочках вот какой сакральный смысл. Был я в Омске недавно. И брат мой Андрей Стариков по батюшке Николаевич. Говорит, грибочков возьми. Во-первых, лисички, которые, кстати, если вдруг кто-то не в курсе, прежде чем заморозить, нужно отварить. А потом только замораживать. Тогда лисички горчить не будут. В магазинах часто встречаете, свежие лисички порубили, заморозили, горькие, да? Это только так делают свежие лисички. Ну, и здесь у меня я вот вижу и подберезовики, и подосиновики. И, в общем, все то, что у меня было в пакетиках замороженное и разморозилось, я в сковородочку бросил. Думаю, заодно и прибавлю сюда вкус домашний. Мы же про домашнюю... О, так, поменьше. Надо сделать огонек. Мы сейчас про домашнюю, про вкусную еду. Поэтому, у кого есть замороженные грибочки, непременно доставайте. А я их прогрел, ну, чтобы стерилизовать их дальше. А потом расфасую по баночкам. Они у меня сейчас на маленьком огоньке сушатся. Выпаривается лишняя влага. О, лучок поджаривается с сальцом вместе. Огненная начинка получается. Так, и когда мы это все продолжаем, продолжаем, пусть жарится. Начнем с грибов. Я их достал и обратно отложил, потому что переживаю за лук, чтобы он там не перешел. Ну, смотрите, в емкость, вот в эту, в шикарную емкость для запекания выкладываем грибы. Грибы в зависимости от того, что у вас есть. Вы поняли, да? Или там мука вот белая. Можно мешать, кстати, лесные грибы отварные с солеными, с груздями или волнушками. Очень, кстати, хорошо получается. Главное, соленых много не кладите. Маринонных опяток туда чуть-чуть добавьте. Тоже калинкор другой совершенно. Значит, курицу. Курицу нужно подсолить. Курицу нужно подсолить. В общем, вот сюда перчик немножко добавим. Потому что курочка такая по вкусу-то, постненькая-постненькая. А хочется, чтобы вкус там появился. Так, следим, чтобы ничего не горело у нас здесь. А когда уже, видите, лучка стала поменьше, а сальцо у нас тут поджаривается, пора, пора добавить вот что. Томатной пасты. Я не знаю, это вот как называется. То, что прилипло к ложке чайной. Ну, наверное, по столовой ложке без горки. Две штуки. Две столовые ложки без горки. Добавляем вот сюда. Ну и, соответственно, пассируем все это вместе с салом и с лучком. Пару минут, чтобы у нас, во-первых, паста нагрелась. Во-вторых, сырая паста всегда дает вкус такой прелых помидоров. Ну, неправильно выразился. Не прелых помидоров. А всегда рекомендуется обрабатывать теплом томатную пасту в блюдах, для того, чтобы она, для того, чтобы изменить ее оригинальный вкус. Звучит странно. При моем лексиконе не могу собрать вот эту мысль. Говоришь о том, что у пасты как бы вкус вот этих сырых помидоров. Многие скажут, ну и что? Значит, производители пасты скажут, ну типа, мы же этим гордимся. А те, кто это едят, скажут, в чем смысл? Я не знаю, в чем смысл. Есть правило такое, типа, пасту томатную нужно всегда постернуть, прежде чем добавлять куда-либо. Вот, когда в голове допилю, в следующем ролике я объясню. Значит, курочку мы вместе с вами вот так вот перемешиваем и отправляем вот сюда. Смотрите, куски, вот как я их руками рвал, так и оставил. Не нужно превращать это все в фарш. Пусть будет курица там ощущаться на зубах. Вы потом будете доставать оттуда, говорить, ух ты класс, курочка какая. Короче, для этой емкости у меня курицы довольно много, но мы же договорились, то, что было в холодильнике, вот мы ее и оприходуем. Адаптируйтесь всегда к объему сами, потому что тут крути-не крути. Значит, паста томатная мы прожарили. Ой, вкус, аромат пошел. Для того, чтобы было удобно ее выкладывать сюда, видите, она такая довольно плотная. Я всегда рекомендую, как сделать, взять чайничек туда и чуть-чуть-чуть водички подлить, чтобы у нас однородная масса была более жидкая. Сковорода горячая, когда жидкости немного, тогда она быстро подкипает. Да и даже если вы просто разведете уже существующую массу без кипения, существующую массу без кипения, то ничего страшного, у вас же там тепловая обработка все будет проходить. Теперь выкладываем вот эту вкусняшку на курицу. Так, это выключаем. Размазываем. Опа, все, запечатываем. В грибах есть влага, в курице ее не так много, но она тоже есть. Мы сейчас вот так вот запечатываем, запечатываем, запечатываем. Если хотите, чтобы у вас было много сока внутри, добавьте чуть-чуть бульона, если есть такой. Ну, например, от курицы, от вчерашней остался, который вы ели у меня, она позавчерашняя, поэтому у меня бульона не осталось от нее. Вам никто не запрещает это блюдо, готовьте с сырой курицей. Просто придется его дольше держать в духовке, но как бы идея сама, она может быть реализована вообще в любом разном варианте. Это рубрика такая, у меня, видите, была отварная, пожалуйста. Будет сырая, берите и режьте мелко и туда. Можете также грибы по краям, а лучок салом обжарили, курочку нарубили, к ним бросили, обжарили, томатной пастой туда заложили и теперь делаем так, вот эту красную, чтобы не портить картинку, я уберу. А вот здесь ничего такого нет, это курица просто. Здесь нам ничего не мешает сделать заливку. Вот смотрите, значит, два яйца у меня, я сегодня в магазине выбрал самые крупные, самые крупные мощные яйца. Два яичка сюда, оп, разбиваем, добавляем сметану. Сметана 25%, густая сметана должна быть. Водичку из нее не сливайте. Я обычно сливаю, многие сливают, в нашем случае все туда идет, все должно идти, просто перемешайте, чтобы вода, которая отслаивается, вошла внутрь, оп, раз ложечку, два ложечку и три, оп, три ложки полные с горкой сметаны. Теперь все это перемешиваем. Омлет такой делаем, сметанный. Кстати, на досуге как-нибудь попробуйте, я ни разу не пробовал сметанный омлет делать, но точно уверен, что яйца взбитые с молоком и парой ложек майонеза, очень хорошо майонез, там же стабилизаторы, эмульгаторы, когда хорошенько взбиваешь, он влагу держит все, и, знаете, от омлета очень-очень мало жидкости отсекается, то есть майонез держит еще и молоко внутри яйца. Короче, делаем вот такую вот массу, видите, она получилась такая, как йогурт, прикольно, видите, ломается, как йогурт прям, интересно. Сметана, яйцо, чуть-чуть соль, капельку-капельку и добрую щепотку сыра, как сейчас принято говорить, не американу, а русиану, да? Не пармиджану-риджану, а принято говорить, твердый сыр, вот у меня твердый сыр, большую щепотку и еще одну небольшую щепотку, да. Здесь, смотрите, от желания зависит, ну, чтобы у вас вот эта масса не стояла, да, как будто вы там сделали пельменное тесто, но добавляйте сыра столько, чтобы вам там все это, знаете, было вкусно и кайфово. Движу пожиже, что остатки тоже сюда высыпаем. Значит, получается, две больших щепотки натертого твердого сыра. И еще раз предупреждаю, ориентируйтесь по объему, по объему своей ложки. Ложку берите побольше, видите, я сейчас вот по тонкой грани хожу. Вот, яйца здесь много, два штуки, да, он начнет подниматься, надеюсь, все останется здесь. Тонкая грань. Ну, вкусная одна. Или куда я пальцем влез? Ну, вот вкусная. Значит, в этом случае, вот в теперешнем, керамическая форма быстро передает тепло. Быстро нагревается, нам там не особо что-то надо жарить, потому что все теплое, и нам нужно только, чтобы это все прогрелось. Ставим сюда, заправляем внутрь. Значит, верх-низ конвекция. Температура 190, я чуть-чуть меньше сделаю, потому что мне нужно, чтобы корочку я потом могу врубить в верхний нагревательный элемент, и она быстро даст колер. Пока вот поменьше сделать температуру, 20 минут точно нужно. А дальше посмотрим. Дальше корочка, как правило. Как определить, равномерно ли греет у тебя духовка? Конечно, нужно сделать вот такую вот запеканочку, и сразу все станет понятно. Опа, видели? Что мы видим? Мы видим, что вот эта часть поднялась темная, вот эта часть не поднялась. Здесь еще сама субстанция сыроватая. Но с другой стороны, у нас же там несъедобного нет ничего. Суфле мы не планировали. Влага вверх пошла от сметаны, от всего прочего. Но ничего страшного. Сырая, горячая, а не сырое. Дальше пилить ее. Здесь пойдет черноту. Ммм, по вкусу вкусно. А здесь будет карамелизоваться, а здесь начнет подгорать. Поэтому сметана, яйца точно. Ну, то есть, как бы при этой температуре там все свернулось. Там, вон, рука не терпит. Белок уже сворачивается при 50 градусах там. В общем, вот что получилось. Пора пробовать. Так, нужно облачиться в антипригарную перчатку. Ну, чтобы не было ни у кого сомнений, с этой стороны начну. Во-первых, вот этот сметанный омлет. Он действительно самый настоящий сметанный омлет. Вот он. Видите? Ничего сырого здесь нет. Влага просто оттуда томатная идет. Поэтому не бойтесь. Вот он. А отсюда вынимаем. Слушайте, ну вот, несмотря на то, что я выгонял влагу из грибов, все равно блюдо-то у нас получилось очень-очень сочным. Потому что, видимо, сметана начала сворачиваться, сыворотка из нее пошла. Там под нагревом из курочки, из охлажденной, что-то зажелировалось, вышло, видимо, разогрелось. Я обожаю грибы. Вот в Москве живешь, здесь расстояние огромное. Нельзя просто выйти утром с корзиночкой в лес и нас собирать грибов. Нет, можно. Во дворе растут шампиньоны. Но я опасаюсь их есть, потому что галлюциногенным грибам не приспособлен. А эти шампиньоны, которые растут в центре Москвы, под таким небом, под которым нет никогда солнца, я боюсь, что и с этими осадками я точно словлю какой-нибудь глюк. А то, не дай бог, еще и, как это говорят, ласты склеивать нужно очень аккуратно относиться к этому делу. Вот. Супер. О, перчик. Был, видимо, у самой попки. Такое прям на... На блюда. Из самых простых и понятных ингредиентов. Просто отварная курица. Банально невкусная, да? Ну, что там есть, как будто хлеб ешь. А когда здесь есть простейшие вещи, грибочки. Во-первых, штука калорийная. Во-вторых, для каждого будет понятно. Особенно для мужчин. Во-вторых, удобно в приготовлении. Это я сейчас к вам, женщины, обращаюсь. Девушки, мамы, сестры. И самое главное, красиво. Вынимаете из духовки. В полотенце. Ставите на доску в центр стола. Зовете всех. Кто дома есть, пожалуйста, все сбегайте. Будет у нас ужин вкусный. А здесь и салатик, и хлебушек нарезанный поджаренный. И кукурузка отварная. И травка зеленая. И чаек, и кофеек. Кто любит покрепче, покрепче. А штука-то простая из того, что было в холодильнике. Наслаждайтесь. Приятного аппетита, дорогие друзья. Рад был очень вас сегодня радовать вот таким блюдом. Спасибо. Продолжение следует...